Привет интернет, с вами Илья, это наш Иградень и новый топ игр на Android и iOS за последнее время. Сегодня мы посмотрим на все самые топовые новинки и новости мобильных игр, так что как обычно жмите лайки и давайте начинать. Ну и в начале у меня для вас отличная новость, вы можете получить крутую халяву в игре Мордор Роллплей. У меня есть промокод Иградень, введите его при регистрации в этой игре и вы получите деньги, на которые сможете купить много чего на данном сервере. Короче, можете купить тачку или еще что-нибудь крутое, ссылка на игру в описании и промокод тоже там описан. Короче, советую вам попробовать этот мобильный сам, потому что Мордор Роллплей круто обновился, развивается, я сам играю и вас тоже призываю. Что ж, а мы переходим к новинкам игр и начнем мы сегодня с очень интересной игрушки Ontario. Это учебно-тренировочный комплекс для муравьев, способных выполнять команду игру. Сразу скажу, очень необычная и реалистичная цель здесь, следующая, мы должны провести муравья по всем отсекам этого комплекса и при этом выполнить задание, так чтобы он не задел контуры охранной системы. Таким образом мы выстраиваем путь для нашего муравья и отправляем его в следующий отсек. В каждом отсеке будет набор предметов, из которых мы как раз таки эту тропу прокладываем и тут нужно будет использовать наше мышление, аккуратность и конечно же внимательность. Таким образом проходим уровни, развиваем свой интеллект и все в этом духе. Игрушка классная, так что попробуйте. А мы идем далее, следующая игра на сегодня это Sorge Brinder. Отличный мобильный пиксельный проект с элементами из рогаликов. Эта игрушка вышла на ПК и консоли еще осенью и теперь добирается до мобильных девайсов и релиз уже будет 13 сентября. Сейчас доступны предзаказы на обе платформы и ссылки будут в описании. Вообще это пиксельное метроидвание с элементами из рогаликов и по сюжету мы берем на себя роль беспощадного воина клана Кохро. В общем-то ему нужно будет продолжить путь через античные машины и спасти человечество. Стартовал второй сезон игрушки Diablo Immortal. Нас ждут новые события, боевой пропуск и многое другое. Патч уже вышел со вторым сезоном, так что можно опробовать. Тут в общем-то будет кровавая армия и новый босс, витат, дрожащая смерть. Помимо этого ботоводы не могут теперь стоять на одном месте, например в библиотеке Залтуна Кула и на пике Завейна или еще где-то. Фармить вы не сможете парагон. Помимо этого в игрушке можно поучаствовать в новом событии Ненасытная Луна, в ходе которого вы получите лунные осколки и сможете обменять их на другие плюшки. Jade Order запустили игрушку на iOS. С девайсом следом будет и версия на Android, так что тоже ждем игрушку для зеленого робота. Это одиночная голомка с пиксельной графикой и игрушка очень круто выглядит. На официальном сайте нам обещают версию на Android и как только она появится, я конечно же тоже вам сообщу. Теперь по самой игре. По геймплею мы получаем пошаговое управление по заранее заданным точкам на небольших локациях. Вам попадутся на пути монстры, они будут уничтожаться одним ударом и мы будем конечно же им противостоять. В общем-то нас ждет увлекательное приключение, ну а главная цель это пройти уровень за отведенное количество шагов, иначе мы не получим максимальную награду. Mission Zero или как ее еще называют в общем-то в народе просто мобильный Hitman. Игрушка доступна для скачивания, ну а издателям тут уступает компания NetEasy Games. В общем-то игрушка есть уже в Google Play, так что можете там ее в общем-то и найти. На iOS игры нету, но будем там тоже ее ждать. Теперь по геймплею, тут игроки разделяются на две группы и тут есть три персонажа, из которых в общем-то вы выбираете и можете за них поиграть. Игрушка очень похожа на Hitman, так что тоже стоит попробовать. Королевская битва Fortnite 84 доступна и на iOS платформа. Это королевская битва для спартфонов и ПК. До этого ее запустили в Юго-Восточной Азии для геймеров на Android и теперь iOS пользователи тоже игру могут опробовать. В общем-то это тоже достаточно красивая игрушка в формате королевской битвы, так что если вам нравится такой жанр, то welcome, пробуйте эту игру. Death on Zone 3 HD, отличная стратегия. Тут мы расставляем башни и уничтожаем врагов. Волны противников идут на нас с большими силами и задача играющего это грамотно расставить оборону. Здесь разные виды башен, огромное количество апгрейдов и множество уровней. Кстати на некоторых уровнях будет чисто пехота и техника, где-то будут лодки, самолеты где-то будут и все в этом духе. Вообще игрушка не из простых, так что запасайтесь терпением, подготавливайте тактики для успешных военных операций. Project Terrarium еще одна очень хорошая игра, которая доступна в Google Play. Игра предлагает спокойный и вертикальный геймплей с космической тематикой. Игруку кстати тоже можно оценить, она тоже симпатичная. Здесь это не просто аркадка, а тут еще есть сюжет, который раскрывается через аудиожурналы. По задумке авторов вы выступаете в роли робота на чужой планете и вам нужно пройти через 6 разных биомов. Также тут в общем-то нас ждут достаточно хорошее звучание, оригинальный саундтрек, который точно понравится любителям всего хорошего в плане звучания. Также нас ждет более 100 головоломок. Так, ну и последний на сегодня и Ubisoft анонсировала шутер The Division на смартфоны. Это новая игра от Ubisoft 10, которая разворачивается в открытом мире. Интересно, что нам уже показали трейлер и прямо сейчас он перед вашими глазами. Видео говорится о том, что это новая глава из серии The Division. Тут мы выступим в роли агентов одноименной организации. Мы должны будем установить порядок в Нью-Йорке и все для этого сделать. На самом деле игрушка тоже выглядит неплохо. Тут геймплей от третьего лица и перенесут ее как на iOS, так и на Android. Девайсы форматы будут тут разные, как PvE, так и PvP схватки. Так, ну что, ребята, на этом наш выпуск. На сегодня подходит к концу, как обычно, все ссылочки в описании. Так что пробуйте, качайте игры и еще, ребята, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылка также будет в описании. Там вас всех тоже приглашаю, жду. Там я разные интересные тоже выкладываю, делаю различные публикации хороших игр. Так что, ребята, подписывайтесь. Ну а так, у микрофона был, как всегда, Илья. И скоро мы вновь увидимся, будем на связи. До встречи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок